Эболофобия в Америке. Кто как боится и кто как зарабатывает на этих страхах? Дмитрий Еловский из Вашингтона. Наверняка тоже боится. Несмотря на теплую погоду здесь, в столице Америки, примерно в эти дни все время тут начинается эпидемия гриппа. Так было уже несколько лет и то же самое и в нынешнем году. Но если раньше повышенная температура была просто поводом лишний раз сходить ко врачу, то нынче больницы стали осаждать с тревожным вопросом. Доктор, а это не Эбола. Симптомы-то похожи. Жар, боль, тошнота. Ну, бывают, правда, и весьма курьезные случаи. Например, американская туристка, которая вернулась из ЮАР, что, к слову, тысячи километров от очагов распространения вируса, тут же побежала к врачу с жалобами на высокую температуру. Эболу у пациентки не нашли, зато тесты на беременность показали положительные результаты. Врачи здесь в один голос твердят, бояться лихорадки Эбола не надо. А вот гриппа определенно стоит, учитывая, что от него ежегодно умирают тысячи человек. Но паникеры их совершенно не слышат и продолжают штурмовать больницы. Такая ситуация может в итоге привести к такой перегруженности врачей, которые не смогут оперативно определять всех зараженных. Ну, а потом все как в знаменитой притче про мальчика, который кричал «волки-волки». А вот американский рэпер Кэмерон решил попробовать заработать денег на Эболе. Через интернет он начал продавать профилактические маски со своим изображением. Стоит немало, около 20 долларов, при том, что цена обычной такой маски, ну, не больше доллара. Музыкант говорит, Эбола это не шутки, раз уж мы тут все помешались на этой лихорадке, давайте хотя бы стильными оставаться. Информации в объеме продаж нет, но учитывая, что Эбола становится таким настоящим трендом, то бизнес-затея может вполне оказаться успешной. Дмитрий Иловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер.